Да, ну вот онлайн-курс, скажите, вот вы заметили, что онлайн-курс, допустим, есть какие-то, ну вот какие-то ограничения, то есть все-таки вы меньше, ну человек меньше получает знаний, если это онлайн, чем если он сидит в классе. А вот это очень интересный вопрос. Значит, получается так, в онлайн-классе есть две категории студентов. Есть студенты, которые очень мощно занимаются. То есть успех онлайн-класса состоит в том, что человек должен быть в состоянии заниматься без того, чтобы кто-то с палкой рядом стоял. Есть люди, которые могут и хотят, и очень много занимаются. Вот у меня сейчас идет класс, мы начали ровно два месяца назад, 24 февраля. Мы сейчас в середине класса. Вот у меня вчера уже второй человек нашел работу в Лос-Анджелесе. И он письмо написал, очень смешно. Он говорит, вот, было два интервью, значит, теперь я не могу выбрать, значит, какую офер брать. Потому что два. И на том интервью он говорит, там, я, говорит, увидел, что менеджер хочет поговорить, так я ему вопросы задавал. Говорит, а она... Это вы научили, наверное. Ну, нет, он, 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 это человек, который по жизни понимает. Это не каждый так может. Вот. И 35 долларов в час. Отлично. Первая работа. Да. Значит, в Лос-Анджелесе там цена денег выше, чем у нас тут. Я просто чему расскажу. И второй тоже там, значит, он должен быть на рынке, понимаешь? То есть есть люди, которые много занимаются, которые рвутся в бой и так далее. Есть люди, которые, они как бы, знаешь, как вот, как индуигенцию покупаешь. Вы вроде купил, деньги потратил, и вроде как грехи можно теперь, значит, списать. Поэтому он вроде заплатил за курсы. Вот он вроде там где-то он посмотрел, где-то он не успел, где-то он в записи, где-то он не делал домашние задания. Половина, если не больше, не делают домашние задания. Ой, да, у нас тоже. Это тоже проблема. Я это вижу, потому что они должны их выполнять онлайн, и я вижу, когда они выполняют, и так далее. Поэтому, если я, не дай бог, начну в классе вопросы задавать, я периодически задаю, естественно, и они там начинают мне писать. Я думаю, за что? Вот. Но, 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 ничего страшного. Зато онлайн-эвый класс дает некоторую гибкость. То есть, он может попозже, он может его повторять сколько хочешь раз. У меня есть такая группа специальная, куда я собираю тех, кто из прошлых групп. Так. И они тоже получают доступ ко всем новым классам. Поэтому кто-то из них уже работает пару лет. А все равно, ну, может быть, не часто ходит, но иногда ходит. Ну, да. А есть люди, которые по три раза прослушали, прежде чем пошли реально найти, искать работу. Но, закон такой, если ты на рынке, ну, две недели, ну, три недели. Ну, я не знаю, месяц, это уже надо умудриться. Или надо жить в таком месте, где просто плохо очень сработать. Но, ну, ну, хорошо, так даже если три, я не знаю, это уже такое даже представить тебе сложно. Ну, даже если три, все-таки ты же меняешь всю жизнь. Да. Вот. Ну, занимайся пока, продолжай. То есть, мы, еще раз, мы работаем над продуктом. Продукт, работа. Столько, сколько надо он ходит. У меня бывает вот из такого класса. Человек исчез, через два года приходит и говорит, ребята, я пришел, ничего говорить не надо, я все понял, я иду. Заходи. За те же деньги, мы же с него больше не берем. Он уже заплатил. Надо только результат получить. Конечно. Поэтому, в той мере, в какой вы говорите, человек, мы здесь, чтобы ты получил то, зачем ты пришел, в том смысле, в этом смысле он с вами. Ну, если адекватный, более-менее. В этом смысле пришли его друзья, пришли его родственники. Такого, мне кажется, даже не бывает нигде. Как человек отучился, пришел через два года и опять может пойти на весь курс, и абсолютно никто ничего не видит. У нас специфический продукт. Не бывает такого нигде. Правильно, потому что нигде, никому не важно, работаешь ты или нет. Ты платишь за курс. Пришел еще раз брать курс, место занял, компьютер занял. Так ты еще раз платишь. Мы же не за курс, мы же за работу. У меня сын платит 80 тысяч в год за колледж. Ну, не он, там, армия платит. Ну, неважно, это 80 тысяч в год, этот частный колледж. Ему никогда никто не предложил написать резюме или там помочь найти работу. Там есть камцелоры, которые этим занимаются. Ну, есть, но он все равно это делает все сам. Все равно you are very unique. Very unique. А, вот это же секретов с методом. Ну, да, видите, вот это один из секретов. Это он сидит и так вот пакет над каждым резюме, я же все это вот видела. Это рутинный процесс, там уже все быстро делается. Ну, да, да, просто нужно еще это любить, знаете, вот, чтобы, ну, чтобы с радостью это делать, правильно? Ну, я люблю результат. Да. Я когда пишу, я уже вижу, как он пошел, как он, значит, там, бутылку принес радостной. Жена говорит, не может быть, друзья говорят, как же это получилось. И становится очередь. Все, кто ему говорил, что это не получится. Это группа риска. Потому что они когда видят, что у него вышло, они говорят, ну, если он может, так и я могу. Это группа риска. Реча счастлива, чтобы они тоже могли. Да, да, да. Вот фраза, если он может, то и я могу, это фактически. Ну, да. Уже сигнал. А вот скажите, ваши студенты, вот какой типаж вашего студента? То есть, кто эти люди, которые приходят к вам учиться? Вот чего им в жизни или не хватает, или, может, у них вот есть какая-то, знаете, общая объединяющая штука? Я скажу так, они такие жизнерадостные, такие, девчонки, вроде вас. А, девчонки, то есть, в основном, девчонки. Девчонки, в основном. А в IT не хватает девчонок? В QA точно не хватает. Ну, программирование, а, ну, у вас же QA специфика, да. Вот, потом сейчас вот вы, они вас послушают, что там столько внимания мужского тоже еще прибегут. Так вот, в Гугле, например, стоит задача, по-моему, с 3% женщин вырасти до 30% женщин-инженеров. В общем, девушки, обращайтесь вот к Любаши, она вам там покажет, как там, входы-выходы. Придете с ней в столовую, вроде, покушать, да? А сами глазками раз-раз. Вот, значит, у нас, если про русских говорить, то это, со всей стороны, молодые ребята, достаточно молодые, ну, скажем так, 25, 28, 30. У нас много таких 28, 29, 30. Так. Которые, они уже пожили в Америке, они уже там шустрые, быстро, хорошо говорят, но не зарабатывают. То ли в ресторане, то ли в гостинице, то ли в офисе, то ли еще где-то. Ну, допустим, ну, 12 долларов. А так они приезжают, и вот, допустим, в той же Флориде, там, где все дешево, это не у нас тут, но, ну, 60 тысяч на старт, понимаешь? Ну, 60 тысяч по Флориде, это как здесь 150 получили. Поэтому, вас не обижают, как H1B гугли-то материально, не обижают, ручку золотят. Не, 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 цифру вам, к сожалению, назвать не могу, но не обижают. Не надо, не надо. Да я и так знаю, она у меня. А так. Ну, в общем, главное, что не обижают, девочек не обижают. А в магазин сувениров ходишь туда? Там, что у вас? Да, 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 да. Я вот ездила в декабре в Киев, к своим же, и купила большого андроида. Прям в самолете с ним летела, такой, знаете, зеленый такой. Теперь у нас в офисе сидит андроид. А с тобой можно пройти в магазин? Конечно, конечно. Наташа, обменяйтесь телефонами. Да, Наташа, приходите. Всю Флориду сувенирами. Экскурсию вам сделаю, пообедаем, побортаем. Обязательно побортаем. Да, да, да. А вы Наташу не видели, вы не смотрели ее канал? Мы с ней уже побортаем. Ну вот мы уже пообщались, я теперь обязательно посмотрю. Так, давайте еще вопросы. Да, 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 вопросы. Я правильно понимаю, что вы не рекламируетесь? То есть, ну вот у вас, вы как-то рекламируете себя, или вам нет смысла? Вы знаете, что я вам скажу? Значит, у нас есть, что называется, presence. То есть, вот мы присутствуем. То есть, у нас есть веб-сайт. Если вы пойдете, например, на Google и напишите software testing, там, training, или software QA, там, training, наверное, я буду в первых, там, я не знаю, там, трех-четырех-пяти, там. Если бы еще сказать, что это BR, или там, Сан-Франциско, или что-то, я буду первым. Вот, но, или скажите онлайн, там, или что-то. Но у нас, как я сказал, World of Mouse. Поэтому у меня есть канал вот на YouTube, и он русскоязычный. И нас смотрят, вот я говорю, половина, значит, это Россия, еще 25 процентов, четверть – это Украина. Американские – где-то 7-8 процентов американские. Вот студенты наши смотрят. Но дело в том, что те люди, которые живут там, где-то в Иркутске, например, у них, может быть, приятель болтается в Нью-Йорке, не знает, чем заняться. То есть, тот факт, что человек нас смотрит, говорит о том, что он как-то вот подвинут в эту сторону. Поэтому вот как-то вдруг приходят люди, совершенно неожиданно, я недавно вот у Балашова на канале там, значит, разговаривал, и вдруг какие-то люди приходят, а я, говорит, вас видел там у Балашова. Думаешь, вроде, ну как? Чувствую себя звездой. Здесь, в Америке, в Америке живет человек, смотрит Балашова, увидел меня там и пришел поговорить. Да это как машина Феррари. На Феррари не нужна реклама. Также Портнову. За столько лет нас как бы уже знают. Знают. И знают с хорошей стороны, поэтому... И не обязательно. А, не обязательно. От человека зависит. Есть люди, которые никогда не простят никому своих неудачников. Феррари ломаются иногда просто. Ну, не суть. Честно, мне сегодня уже не так важно. Вот было время, когда я из-за каждого человека, который что-то мог сказать нехорошее, или что-то вроде бы, потому что вроде бы все получил, думаешь, я переживал. Я сейчас, я говорю, ну, это закон больших чисел. Ты не можешь... Я недавно вот видео снимал, я говорю, что вот видишь, человек идет весь заплеван. Думаешь, наверное, многим помог. А вот скажите, американцы, приходят заниматься американцами, а почему бывает, ну, их какой процент по соотношению... Очень мало, очень мало. А как вы объясняете, почему? Либо это мужья русских жен, либо это присылают с анимплоймента, и люди работу теряют. У нас очень хорошая репутация в этом учреждении, потому что деньги государственные, и они отчитываются за эффективность расходования средств. Поэтому, когда вот тяжелый случай, например, когда там, когда человек, которого каждый может устроить, это одна история, но когда, допустим, не знаю, там, 54 года какая-то там женщина, и она там была всю жизнь инженером, но последние годы была менеджером, и чего-нибудь такого, чего уже устарело, и никому не нужно. И вот что с ней теперь делать? И иногда пришлют, и мы говорим, ребят, а чего вы ее к нам, е-богу? Ну что, больше некуда, что ли? И они говорят, вы поймите, говорят, она должна быть устроена. То есть, если вы возьмете, мы знаем, что она будет работать. Вот это круто. Да, однажды нагрянула комиссия, причем звонок, и через полчаса вот они тут, человек 7 или 8 приехали. Это было пару лет назад. И у меня уже все обрывается. Я не представляю. Ну, знаешь, оттуда, от дяди Сэма, комиссия, значит. И они говорят, у нас тут выездная сессия, мы, говорит, знакомимся, значит, там, сюда-сюда, и, говорит, мы на вас подбили статистику за прошлый год, 12-й. Подбили статистику за прошлый год, значит, я думаю, ну, думаю, сейчас что-нибудь будет. Они говорят, вам послали, что-то там, не помню, 52 человека в возрасте за 50, и все работают доедину. И это большой клиент, они же платят хорошо. Они не платят 4, они платят 6. То есть они хорошо платят, но... Ну, они больше классов берут, и так далее. Но это же нам... Бывает, легко устраиваешь, а бывает очень трудно. В основном это люди уже в возрасте. И так... Некоторые не рвут с работы. Там, у кого внуки, у кого чего, значит, там, они так еще отлынивают. Вот. Но, в общем, я просто чему говорю, что ты нарабатываешь какую-то репутацию со временем, но... Ой, господи. Иногда думаешь, нафиг это надо, вот это. Но одеваться некуда. Ну, да. Поэтому... Очень многие бизнесы... Например, вот ты смотришь... Может быть, ты смотришь, например, на страховой агент. Вот я был страховым брокером одно время. Два-три года, и все, тебе не нужна реклама. У тебя столько клиентуры. То есть клиент, который есть, приводит следующего и следующего. И когда у тебя уже много, и ты уже не знаешь, куда их девать. В нашем то же самое. Мы не хотим больше народу. Потому что силиконы выновидны. Значит, друзья, мы включили свет, мы сделали небольшой перерыв и включили свет. Потому что в офисе становилось темнее, темнее, темнее. Мы начали в пять, там, в полшестого. И вот у нас как раз темнело. Я не знаю, наверное, мы выглядим по-другому. Это не потому, что доснимали через три года, а просто свет включили. Вот. Значит, Люба, давайте. Но вы нас не бросите? Люба, вы нас не бросите? Ну, конечно, нет. Хорошо. Раз вы на Паич Ван Бита, вы еще приходите. Ну, обязательно. Мы будем теперь дружить. Все. Супер. Давайте. Михаил, вот интересно, почему вы уже так долго времени на рынке, почему только тестирование? Почему там не открываете другие направления? Вот это очень такой интересный вопрос. Бейзмер, Бейзмер. Она спрашивает такие вещи. Это, значит, что произошло? Я вам скажу. Значит, мы не в бизнесе по обучению техническим предметам. Мы в бизнесе по пристраиванию иммигранта в новую жизнь. Понимаете? Вот у вас там люди живут, да? И вроде бы как там все в иммиграции, понимаете? А, значит, у нас тут одни вот местные, а другие в иммиграции. Поэтому они приезжают в эту иммиграцию. У меня есть, я вам расскажу, маечка там нет? Вот черная маечка, покажи, сзади лежит. Вот там у нас есть черная маечка, называется... Это же нам зрительница сделала, Лидия Завьялова, сделала маечку. Вот что написано на маечке? Союз печать, ноу. Что такое Союз печать, знаете? Слово знакомое. Это организация, которая занимается распространением подписных и знаний всяких газет, там журналов, ну, неважно. Союз печать. Я просто чего говорю, что отвечаю на ваш вопрос. Когда я был мальчиком, школьником, значит, подходили дети, ну, такие придурки, и говорят, ты что, записался и не ходишь? Мы говорим, куда? Она говорит, как куда? В Союз печать. Дерьмо качать, три копейки получать. Понимаете? Значит, вот, и вот, я сказал, да, люди в иммиграцию приезжают, многие. Так. Как в Союз печать? Вот он за три копейки качает дерьмо, понимаешь? И думает, а чего я иммигрировал-то, куда? А где же Америка? И качает, и качает. Вот, и вот я сказал тогда, что мы говорим, Союз печать, ноу. Круто. Вот это класс. Вот, поэтому мы из Союз печати переводим людей в новое качество, как бы в американскую жизнь. Класс. Поэтому, и это наш бизнес. Значит, вопрос, можно учить программирование? Можно. А кого? Кого учить-то? Те люди, которые знают программирование, допустим, они уже работают. Те, которые не знают программирование, ты их сколько ни учи, они работу не найдут. Потому что программирование хорошо учить, когда ты работаешь, и тебе нужно что-то добавить. Вот, многие учат там автоматическое тестирование, а ручного не знают. И они думают, что они сейчас работают по автоматизации, и не понимают, что мы тестировали. Поэтому, значит, что происходит? Мы смотрели на очень много дисциплин, но получается такая история. Из 100 человек, которые могут к нам прийти и стать тестерами, например, может быть, 10 человек, реально можно выучить на программистов. Но, так, чтобы они работу нашли. Но, они заплатят тоже не 4 тысячи, а может быть, 15. Так как оно реально стоит в таких заведениях. И учиться надо долго. И, собственно, если они хотят, они могут и сейчас пойти. Ну да. Просто человек думает, я лучше пойду заплачу 4 тысячи, через 4-5 месяцев я уже буду работать, зарабатывать. Тогда я буду учить программирование под то, что либо я пойду в оптиматизацию тут же, либо, может быть, тут же меня переведут в программирование. Это очень часто происходит. Ну да. Но человек не приходит сюда, чтобы выучить что-то. А он приходит, чтобы уйти из Союз Печати. Понятно. Но, когда ты уходишь из Союз Печати, ты смотришь, где есть такой свет в конце тоннеля. Понимаешь? Чтобы не за вид был Союз Печатью, а вот такой, чтобы там свет был. Понимаешь? И вот тестирование, это такой достаточно чистый коридорчик. Относительно чистый. Ты, конечно, там болтыхнешься, но потом отрекнешься, но есть проход, понимаешь? А есть такое, что зарыто, так? Что будешь рыть, 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 рыть. И так нигде не выйдут. И там тебе засыпят. Ну да, да. И многих засыпало. Ну а вот смотрите, а может к вам бы хотели вернуться студенты, которые уже работают, и повысить свою квалификацию, да? Ласточка, как мне нравится ваш ход в мысли? Я бы с такой радостью, а они денег уже платить не хотят. А чего? А я вам объясню. Когда человек приходит и меняет жизнь, он платит 4 штуки, да уже хрен с ним, пусть подавится, но я хоть жизнь изменю. Так. А когда он же получает 100 тысяч, и ты ему говоришь, дай 500 долларов там, вот мы тебя этому научим, он говорит, 500 долларов. Потому что класс не стоит ничего. Класс не стоит ничего. Это вещь, которая сегодня бесплатная. Вы можете сегодня пойти, вы можете пойти на YouTube и смотреть бесплатно, как учат там C++ в Сен-Фордском университете. Или в Бёрклин. Или там где угодно. Можете пойти там, полно веб-сайтов, где бесплатно все. Код Академии какой-нибудь. Бесплатно. Знание сегодня не стоит ничего. Вот такое знание. У меня есть знание, которое купить нельзя. А то, как работу найти, не купишь. Вот то, что я знаю, ты не купишь. Ну да. А там еще что-то я знаю такое. Но само по себе вот это вот. А кому ты нужен вот с этим вот? Тебя же упаковать надо. Ну да. Это интересно. Вот за это люди деньги платят. За упаковку. Если ты начнешь, вот допустим, я не знаю, как сказать, вот есть дом, да? Да. Пришли строители, построили дом. Ты можешь сказать, да я сам могу купить трубы, кирпич, плитку. Конечно, ты можешь купить. Ну и руки у тебя есть. Но ты не, как сказать, ну давай. Тебе же дороже выйдет. Понимаете? Есть люди, которые там вот топором там и дом могут построить. Может быть есть. Но такой дом вот как стоит, ты же не построишь. Поэтому история какая? Иди собирай по кусочку, кто же тебе не дает. Вот если люди машину сами чинят. Вот он залез под нее и давай там ее чинить. Да я не могу. Мое время стоит в 50 раз дороже, чем время человека, который под машиной лежит. Ну да, да. Человек, конечно, что я не буду делать. Поэтому, к чему я рассказываю, что почему они не приходятся продвинутыми классами. Вот мы сейчас начинаем, буквально вот 2 мая начнется класс у нас, по если вы знаете, такое restful, API. Ну неважно. Это такое, ну как бы вайтбокс, такое тестирование с Пайтоном, с Юниксом, с там парой хохмачек. И сейчас за это платят там скажем 100-120 тысяч на старт дает. И они хотят там курс 32 часа. Будет очень маленькая группа, мы будем отрабатывать курс на этом деле. Есть, пожалуйста. Мы сейчас только начинаем. Но кто должен прийти, у кого глаза горят. Понимаешь? И люди должны сказать, да, вот я получаю, там скажем, не знаю, там 70 тысяч, а хотелось бы получать 100-120. Тогда понятно, за что деньги. Ну да. Понимаешь? Ты не можешь сказать человеку заплатить деньги за курс. Ты можешь заплатить деньги, чтобы тебе дали еще больше денег. с точки зрения возврата, с точки зрения возврата, return on investment, как это называется, возвратной инвестиции, такого, как у нас нет в природе. Ты кладешь там 4 тысячи, а получаешь сотнями. Да, да, да. Это просто вы, как какая-то контора добра, знаете, компания добра. Не в этом дело. Даем установку на добро, на чужое. Вот добро даем. На Google забираем добро, там Microsoft забираем добро. Но курсы не стоят ничего. Я поняла вашу мысль. Люди за Стэнфорд платят, там, не знаю, сколько там, 50 тысяч в год. Не потому, что там научат, а потому, что там собрались пацаны, знакомство с которыми определяют всю твою жизнь дальше. Нетворкинг. Вот за это он стоит эти деньги. А вот скажите, диплом нужен, вот высшее образование нужно, вот те, которые к вам идут. Есть такое требование, чтобы было высшее образование? Мне без разницы. А компания? Тоже без разницы. У нас бывает и 16 лет. Ребята, вот он самый молодой у нас был 16 лет. Ой, богатый фрелик. У нас было двое 16-летних. 17-летние бывает. 18-19 полно. Но история вот какая. Компания, хочешь, чтобы человек работал. Тем более в тестировании, а у кого компьютер сайенс в тестировании? И что он такое должен делать, чтобы ему нужно было компьютер сайенс? Поэтому, нет. Я знаю людей, которые без высшего образования, и там, вот, 100-120-150. Молодые ребята, по 25-27 лет. Поэтому, настолько не хватает людей, которые могут что-то делать, что уже, кто что там. Но, каждый раз, когда обострение, когда рецессия, вот когда интернет бум ввалился, все пошли получать мастер-дегри. У кого не было бакалавра, пошли получать бакалавра. У кого не было мастера, пошли получать мастера. Страна пошла учиться. Ну да, да. Потому что надо конкурировать. Сейчас конкурировать не надо. Сейчас ты не должен побить конкурентов. Сейчас ты должен просто элементарно соответствовать, и тебя уже порвут. Ну да, да, да. Поэтому это другой рынок сейчас.